Добрый день, господа! Я собрался сегодня на охоту на засидку, но решил сделать это совместно с вами. Может быть, вы увидите для себя что-то новое, интересное, возможно, кому-то пригодится. Ну, первое, это пролоновая подушка. Это 50% успеха любой охоты на засидках. Далее, мой рюкзак. Обыкновенный, неказистый, без фанатизма. Простой фашистский рюкзак. Важна внешняя оболочка, важно содержание. Ну, здесь вы можете увидеть сразу веревку, без нее в лесу никуда, и топор. Выбор топора не случайен. Фирма довольно посредственная, но подкупают размеры и вес данного топора. На длинных расстояниях, счет идет на граммы. Ну, а этот топор позволяет без труда разрубить грудину, отделить ребра, обрубить ноги. Ну, опять же, размер и вес. Вот главное в этом отборе. Далее, переходим к внутреннему содержанию. Левый карман. Ну, сразу предметы личной гигиены. Влажные салфетки. Ну, есть возможность встретиться с медведем, пригодится. Репелленты. Мазь. Используем мази. Они меньше воняют. И дают очень хороший результат. Веревка с двумя карабинами. Помогает все это подтягивать на лабаз. Ну, и при случае можно использовать по другому значению. Пепельница. Ну, это вот мой позор. Я, к сожалению, курю. Конечно, я выпускаю огромное количество зверей. Но ничего поделать с собой не могу. Ну, бывает так, что зверь узнает о моем присутствии значительно позже, чем понимает, что он попал. Ну, тем не менее, вот беру с собой пепельницу. Сетка осталась с весенней охоты. Ну, пусть лежит. Мало ли, какие дары леса. Ну, переходим к содержимому другого кармана. Здесь все просто. Ножовка. Незаменимая вещь. Помогает бесшумно расширить обзор. Легко удаляет любые мешающие вам сучки. Ну, я без нее никуда. Ну, это объяснять не надо. Это набор для пыток. Все ясно. Ну, вообще, складывается такое ощущение. Вот еще вазелин и серийный маньяк. Это келесной чикапило. Ну, переходим к внутреннему отсеку. Накомарник. Все понятно. Фонарей налобный, обыкновенный. И более мощный, с большим запасом электричества для поиска подранков. Фляга для воды. Используем только пластмассовые фляги, потому что они очень тихо открываются. Направлен микрофон. Я не буду пристально сматриваться в ночник. Я не буду напрягать зрение. Я буду просто дремать, одев его. Так, что еще здесь есть? Дальномер. Тоже живет в постоянной рюкзаке. Дождевик. О, что тут еще есть? Ну, три часа светлого дня дают мне возможность самообразовываться и расширять свой кругозор. Ну, разумеется, телефон. Порядка тридцати пасьянцев отлично коротают время. Что тут еще есть? Ну, куча веревочек. А, обновенная автомобильная аптечка. Также живет в рюкзаке. Не дай бог пригодится, но она у меня есть. Ну, а еще что? Компас. Тоже незаменимая вещь. Вы произвели выстрел. Зверь убежал. Вы тупо засекаете направление. И потом при потере следа возвращаетесь на вышку, лобас. И идете по задному вектору. Иногда помогает просто тупо вернуться с вышки. Рекомендую при заходе к вышке обязательно посмотреть направление выхода. Были прецеденты. Ну, вот. Почти все, чем я еще усилию этот рюкзак. Пара сникерсов. Потому что через три часа сидение в неудобной позе начинает бурлить в животе. И эту задачу можно решить с помощью внепланного перекуса. И бутылка из-под молока для оправки малой нужды. Ну, если у кого-то завышенная самооценка и горлышко бутылки не устраивает, возьмите с собой бетон. Что еще? А, вот очень интересный и нужный гаджет. Это носок. Теплый носок. Для чего? Не важно с чем вы относитесь. Вы берете носок, снимаем предварительно, разумеется, погонный ремень и одеваем его на приклад. Опять же, не важно в чем вы одеты. В новомодной ситке, в телогрейке, в куртке. При прикладывании приклада, при вскидке, вы все делаете тихо и красиво. Очень хорошо работает. Ну, в принципе, все. Единственное, что я возьму с собой еще вот такое удовольствие. Я его уже показывал, но как-то вы не оценили, из-за чего у меня сложилось впечатление, что вы либо мясо не добываете, либо оно само приходит к вам в дом, либо у вас есть пара-тройка егерей, которые выполняют за вас эту тяжелую работу. Вот благодаря такой переноске из корзинки супермаркета я перемещаю дары леса в свою морозильную камеру. Ну вот, собственно говоря, практически мы собрались. Ну, единственное, еще один штрих. Хлама много. Он поражает, но каждый из этих безделиц решает свою конкретную задачу. Я охочусь комфорта. Чего и вам желаю. Логично возникает вопрос. Сколько все это весит? Такое огромное количество хлама с собой. Попытаемся посмотреть. С учетом литра воды 6 килограмм. Не так уж и много. Но решать вам. Всем удачных охот. Чтоб ваши морозильные камеры никогда не отключались. Субтитры создавал DimaTorzok